здравствуйте сегодня у нас на канале енот по стригу начередная машинка машинка mozer vario cut поставляется в таком вот очень интересном комплекте сумочки причем нет картонной коробки просто сумкой на нее натянута картон очка как всегда давайте сначала посмотрим упаковку упаковка тут дает картонка само собой внешний вид название vario cut и кое-какие краткие характеристики нож 46 миллиметров джей был то есть быстросменный quick change работа 75 минут от аккумулятора аккумулятор никель-металл-гидридный можно работать с проводом и без провода эргономичная контроль зарядки ну давайте посмотрим ну и комплектация 4 насадки зарядное масло кисточки давайте посмотрим сумочка сумочка прям клёвая для того чтобы возить с собой машинку если вы ее перемещаете с места на место это будет очень удобно инструкциям само собой но кто их читает гарантийник зарядная зарядка стандартная для всех профессиональных машинок это адаптер 6000 машинка комплект насадок кисточка масло ну давайте поговорим о самом интересном о том что мы видим довольно редко эта сумочка 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 достаточно большая по объему поэтому помимо собственно в машинке vario cut с зарядным насадками и прочее 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 сюда вполне влезет еще триммер а возможно еще одна машинка а не рекомендую класть сюда ножницы поскольку чехол этот мягкий да соответственно с ножницами может приключиться какая-то беда с машинками в этом плане попроще хорошо ну есть у нас здесь три малых кармана один большой надпись моза на фронте убираем сторону все лишнее смотрим зарядная зарядная уже сказал стандартный адаптер 6000 с разъемом точно таким же как на профессиональных машинках допустим моза хром стайл моза жили про блип про мини и так далее масло но тут говорить ничего как всегда моза жопашники положили 5 миллилитров или меньше того насадки насадки стандартные подходят к другим машинкам моза аккумуляторным с ножом с регулировкой длины среза это насадки 369 12 миллиметров в принципе тот же самый комплект что у моза хром стайл точно так же насадки здесь сдвижные без защелок то есть они просто в натяг садится на нож и все ну вот так это выглядит у нас точно так же как она происходит у нас на ряде других машинок моза это 12 миллиметров максимальная в принципе кто работает моза ром аккумуляторными с этими насадками знакомо они продаются в общем-то отдельно поэтому если вдруг какой-то сломали потеряли ли хочется больше длины насадку это не проблема кисточка но как всегда кисточка для чистки как всегда я рекомендую выкинуть и взять что-нибудь посерьезнее либо кисть для окрашивания либо обычную зубную щетку и так сама машинка повторимся на упаковке написано работает до 75 минут это неплохой показатель но на упаковке не написано сколько же она заряжается а заряжается она 12-14 часов то есть данная машинка позиционируется не как профессиональная а как машинка для дома моза молодцы отличие профессиональных машинок от машинок для дома у них выражается фактически только во времени заряда внутри стоят практически такие же моторы и самое главное комплектуется тем же самым профессиональным ножом здесь стоит такой же нож как на моза chrome style точно такой же вернее даже не точно такой же тот же самый с надписями Made in Germany. Быстросъемный. Точно такая же внутри конструкция. На более новых машинках Leepro немножко другая конструкция здесь закрыта. Здесь более старая. Это абсолютно не проблема. Конструкция хорошая, удачная. Регулировка длины среза от 0,7 до 3 мм. 5 фиксированных позиций. Это то, что многим очень нравится, что есть щелчок при переключении длины среза. Хорошо. Дальше. Аккумуляторы. Аккумуляторы здесь стоят никель-металл-гидридные. Точно такие же, как допустим в Moser Easy Style или в Moser Chrome Style, но объем здесь поменьше, чем у Chrome Style. Такой же, как у Easy Style. То есть две пальчиковые батарейки внутри стоят. Путем нехитрых вычислений делим емкость аккумуляторов на продолжительность работы. Получаем, что мощность этой машинки где-то 3,5 Вт. Ну, это меньше, чем у Chrome Style, но больше, чем у Easy Style. То есть, в принципе, мощность вполне себе профессиональная. И здесь, как бы мы не старались, нож мы остановить не можем. То есть, мощность, в принципе, неплоха. То есть, для начинающего парикмахера можно работать этой машинкой. Она сожрет массу без проблем. У нее есть регулировка длины среза. Главный и, по сути, единственный минус этой машинки это время зарядки. Время зарядки 12 часов. Время работы 75 минут. Если у вас большой поток клиентов, она у вас обязательно разрядится и вы будете работать от шнура. Напоминаю, у шнуров Мозер есть одна неприятная особенность. Вот в этом месте они частенько перегибаются. Если вы часто работаете от шнура, либо там просто, не знаю, теребите часто его. Поэтому работать от шнура это здесь не очень хорошая практика. В остальном, машинка достаточно легкая. У нее хорошая эргономика. Она хорошо лежит в руке. Ее удобно держать. Несколько странный дизайн напоминает пульт от телевизора. Но, тем не менее, очень удобная. Машинка почти профессиональная. Единственное, что отличает ее от профессиональной это время зарядки. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал Енот Постригун. Будут вопросы, задавайте их в комментарии, либо в нашей группе ВКонтакте Енот Постригун. Не забывайте подписываться, вступать в нашу группу ВКонтакте. Ну и, пожалуй, все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok